Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сразу замечу, основные этапы рецепта и перечень ингредиентов со всеми громовками в конце ролика прочитаете. Я тут на днях наготовил по-быстрому куриных котлет и понял, не хватает мне в них яркости, знаете, что ли. Лук-чеснок на мой вкус с куриным фаршем плохо сочетаются, а без подобных ингредиентов фарша как-то совсем скучно. Короче, стрескало мое семейство эти котлеты, ходил я, бродил, думал и решил провести эксперимент. Хочу приготовить три варианта котлет с разными финтифлюшками. Поехали! Начну я с начинки. Первый это грибы. Взял, как видите, обычных шампиньонов. Нарежу их помельче. Масло разогреть. Шампиньоны обжарю посильнее, чтобы вкус сконцентрировался, стал такой яркий, знаете, насыщенный. Все, пусть обжариваются. Теперь, что касается второй начинки и третьей. Я лет этак, наверное, 25 назад был в командировке в Екатеринбурге. И там в одном достаточно неплохом ресторане отрезкал такую, знаете, котлету, не котлету. Ну, короче, это был кусок грудки индейки, достаточно большой, запанированный, обжаренный. И в нем сбоку была сделана прорезь, такой карман, в который повар положил ломтик сырокопченого бекона и ломтик сыра. Это было очень классно. И сыр был такой, знаете, достаточно резкий на вкус. И бекон яркий. Короче, ну, мясо индейки довольно пресновато. А вот эти две добавки дали такой, знаете, классный эффект. И хочу я сегодня их опробовать, только раздельно. В одну котлету положу сыр, а этот у меня эмменталь, очень мне нравится. Вы, конечно, выбираете сыр на свой вкус. А в другую бекон положу копченый. А вот посмотрю, что на выходе получится. Что с грибами? Ну, с ними все отлично, процесс идет. Готовил, знаете, вчера узбекские лепешки. Они вкусненькие, конечно, но все не то. Пока они не приближаются к вкусу настоящих узбекских лепешек. У меня не могу подобрать режимы. Ну, чтобы мякиш был похож. Такой, знаете, чтобы он резиновый был. Ну, для добавления фарша вполне подойдет. Специально не срезаю корочку, потому что мне очень нравится вкус этой корочки в котлетах. И молока сюда. Пора заняться курицей. Остов и кости пойдут в морозилку. Я из них как раз и концентрированный бульон готовлю, когда достаточно количества набирается. Все, можно измельчать. Для куриного фарша я использую вот такой агрегат. Если вы пользуетесь мясорубкой, то пропускайте фарш через нее дважды. И сейчас надо добавить замоченный хлеб. Видите, он почти все молоко впитал. Поэтому, значит, я его отжимаю. Вот это молоко, отжатое, пойдет в дело. Я буду его использовать для лизона. А хлеб сюда. Отлично. И все надо измельчить. Все. Остается добавить соль, перец, сливочное масло. И можно лепить котлеты. Так, фарш готов. Грибы посолить. Можно выключать нагрев. Они тоже готовы. Все, можно приступать. На гарнир я хочу отварить молодой картошки. Пусть она уже готовится. Масло в сковороду и пусть греется. А надо смешать молоко и яйцо. Это чтобы панировка как следует прилипала к котлетам. Для нее я буду использовать панировочные сухари. Вот такие. Все. Можно лепить котлеты. В эту грибы. В лизон ее. А затем в сухари. И опять в лизон. И опять в сухари. То есть слой панировки двойной. На сковороду. Еще одну котлету с грибами сделаю. А следующая парочка будет с беконом. И еще одну. Отлично. На сковороду мне еще две штуки поместятся. Их сделаю с сыром. Чтобы фарш к рукам не прилипал. Хорошенько надо смачивать водой. Руки имею ввиду. Вот так вот все просто. Жарю их сначала на огне чуть выше среднего. Минут 6-7. А когда нижняя сторона подрумянится, переворачиваю. И убавляю огонь до чуть ниже среднего. И на второй стороне готовлю еще минут 5-6. После чего убавляю огонь до совсем слабого. Накрываю крышкой и держу еще минуты 3-5. Но вы конечно время обжаривания подбираете под свои условия. У вас и плита может быть другой мощности. И сковородка по-другому тепло передает. Кроме картошки на гарнир еще зелени немного добавлю. Купил вот такую красоту. Она конечно особенно хороша. Это видимо какая-то разновидность брокколи. Она особенно хороша на гриле. Но и на сковоре тоже неплохо будет. Минута 3-4. И надо будет снимать с огня. И смотрите какой чумовый помидор. Правда эффектно выглядит. Называется он здесь азуль. То есть голубой или синий в переводе будет. Понятия не имею как сорт. Ну правильно называется. Но согласитесь красиво. Котлеты дожариваются. Картошка почти готова. Встретимся за столом. Давайте пробовать. Сначала надо посмотреть что есть внутри. Так. Вот это. Это грибная. Такая вот. Это сырная. Смотрите сыр поплавился уже. Отлично. И вот это с беконом. Ночной с грибной. Грибочком да пахнет. Классно. Вкусненько. Я думал что будет напоминать и грибные заразы. Но нет. Близко такого нет. Вкусно. И вкус грибов превалирует я бы сказал. Так. Теперь сырная. Ну-ка сырик. Я обожаю этот сырик. Он такой рисковатый. Такой запах имеет. Здорово. С сыром. Мне нравится больше чем с грибами. Вот явно. Если бы грибы дали более яркий, более сильный, более резкий вкус. Было бы тоже хорошо. Но вот сыр. Сыр прям на месте. Ну и последний с беконом. Так. Бекончик. Бекончик. Селеду бекончик я тоже. Видите, какой здоровенный кусок себе отрезал. И с огромным отрывом побеждает котлет с беконом. Это классно. Может быть, было бы неплохо все-таки сочетать сыр и бекон. Но вот этот беконный привкус придает котлетному фаршу, куриному котлетному фаршу, прям классный аромат. Классный вкус. Это здорово. Так. Что, кстати говоря, с помидорами-то этими. Первый раз такие пробую. Пробую, представляете? Эти синенькие. Пахнут как здорово. Вкусно. Вот настоящий, яркий вкус летних томатов. Здорово. И сладкие, и с кислинкой, такие яркие. Здоровские. Так, по зелени пройдемся. Это должно пройтись по зелени, правда? Так, вот это броккори и огурец. Вообще, в Испании с огурцами какая-то беда. Продаются всегда перерощенные, такие крупные, здоровенные. Но вот этот, он даже на разрезе, видите, такой бледно-зеленого цвета. С очень тонкой кожицей. Надеюсь, это будет классно. Обалдеть. Я понимаю, что вас с огурцами не удивить. Ну, для Испании это просто бомба. Бомбический огурец, классный, дзоровский. Ну, и картошки, конечно, должен был вернуть. Молоденький. С тонюсенькой шкуркой такой, классной. Обожаю. Слушайте. Короче, это здорово. Значит, мой выбор с грибами, по крайней мере, вот с такими магазинами, шампиньонами возиться, я не стану в следующий раз, потому что дает вкус грибов. Все классно, но пока не поражается вот эти 20 минут ждать, 25 даже целых, гораздо проще застрогать бекончика и пустить в дело с беконом вот так. Сыр. Тут все зависит от сыра. Если вы подберете тот сыр, который вам безумно нравится, который не какой-то там плоский по вкусу такой, знаете, а яркий, тоже будет здорово. Если сыр не ахти, то и котлеты тоже будут не ахти. Вот бекон вне времени и пространства, просто здорово. Так что готовьте с беконом. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok